Здравствуйте! По традиции, время вечерней смены и подведение итогов дня. Субтитры создавал DimaTorzok Если оно нам надо, давайте отыщем ответ на вопрос вместе с гостями студии. Итак, у нас сегодня Батрас Цогоев, генеральный директор Национального музея Республики, Борис Маргоев, заведующий филиалом историка этнографического комплекса «Город мертвых», что в селении Даргавс, и Роберт Баскаев, наш любимый гид. Спасибо, что пришли. Предлагаю сперва посмотреть видео и вернуться к обсуждению. Ну да, в принципе, мы уже, наверное, все его видели. Заодно есть у нас комментарии Министерства внутренних дел, и я предлагаю посмотреть также и его. Полицейские Северной Осетии установили личность молодой девушки-туристки, разместившей в личном аккаунте в социальной сети видео, на котором отчетливо видно, как проникнув в склеп архитектурно-этнографического комплекса «Город мертвых», она держит в руках останки усопшего и ведет себя неподобающе. В отношении девушки органами дознания проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 244 Уголовного кодекса Российской Федерации, надругательства над телами умерших и местами их захоронения. Ну, в общем, вы в курсе. Вообще, как такое могло произойти? Ну, наверное, Борис, вопрос к вам. Такое могло произойти, потому что зачастую в республике за последние несколько лет увеличился поток туристов, он возрос в несколько раз, ежедневно в Даргавс проходит около 300 человек в среднем. Естественно, за всеми уследить невозможно. Сейчас там 4 охранника после предпоследнего случая. Осквернение склепов. Но, к сожалению, там такой рельеф и такая местность, что охранник, которые стоят на определенных местах и патрулируют участки, дальше 3-4 метров не видят. То есть невозможно обхватить просто всю территорию ни камерами, ни людьми. Но это охранники. А есть ли там таблички, которые говорят, осторожно, не трогать руками? На входе в комплекс имеется информационный стенд, где написано, что это памятник архитектуры и вести себя следует подобающее. Эти таблички там всегда были? Да. Также на кассе рядом с прайсом билетов висит предупреждение, что за осквернение следует уголовное наказание. Прямо написано номер статьи и расписана статья по пунктам. Также мы устно предупреждаем и гидов, и посетителей, что в первую очередь Даргавский некрополь – это кладбище, и вести себя надо соответственно. И все-таки это случилось? И все-таки это случается. Люди все разные. И не самые лучшие тоже иногда к нам приезжают. Батрас, ваше мнение? Вы знаете, очень за эту неделю я очень много обсуждений слышал об этом и во всем. И, конечно, я со многими согласен, а со многими категорически не согласен. Может произойти все, что угодно. В сегодняшнем мире, когда идет какая-то нравственная деградация, когда появляются люди, которые не просто оскверняют, они даже не понимают, что они оскверняют. Они самое опасное, самое неприятное, что человек не осознает, что он делает. И не понимает, и не осознает, что за этим могут последовать какие-то последствия, а может быть даже не угрожающие жизни того человека, кто это сотворил. Пострадать, может, совершенно другие люди. Вот. Об этом никто не думает, конечно, сегодня. И почему, и... Ну, почему? Я не знаю, почему. Вопрос философский. Философский вопрос, конечно. Я, конечно, могу ссылаться на Чарльза Дарвина, но у нас есть еще и священное писание. У нас есть очень много таких философских работ, где что-то описывается. Ну, вот под какую категорию таких людей отнести, не обижая приматов, я не знаю. Я могу что угодно сейчас говорить, но на самом деле я считаю, что в основном, в основном, в большей части виноваты мы сами. Виноваты мы сами, когда на протяжении огромного количества времени эти усыпальницы оставались открытыми. Когда мы очень долго об этом говорили, что нужно закрыть склепы для того, чтобы никто не мог проникнуть и вообще останки не должны быть на всеобщем обозрении, в конце концов. Вот. Это поднимался. Такой вопрос поднимался очень много раз. В нашей компетенции нет того, чтобы мы можем закрыть кладбище в городе мертвых. Мы не можем закрыть по закону. Но контролировать мы его обязаны. С другой стороны, есть какие-то препятствия, которые нам не позволяют в достаточной мере обеспечить обслуживание этого комплекса. Эти, как говорится, препятствия мы тоже пытаемся решить, но пока они упираются в какие-то сложности. Есть какие-то бюрократические моменты, которые нам не позволяют реализовать это все. А вообще, вот как вы относитесь к этому увеличению туристического потока? Я считаю, что то, что туристический поток в республику увеличивается, это хорошо, с одной стороны. Но то, что нужно создать для этого условия, чтобы этот поток контролировать, это точно. И тут разговоры шли о том, что там где-то гиды не подготовлены, где-то инструктаж не проводится. Прежде чем человек попадает на территорию кладбища нашего, то, о чем мы говорим, прежде чем они проходят группой, их инструктируют гиды. И когда мы видим, что этот гид недостаточно четко объясняет условия, то наш сотрудник им объясняет повторно. Мы задали вопрос, к гидам мы еще вернемся, мы задали вопрос, аналогичный нашим горожанам. И давайте посмотрим, что они на это ответили. Давайте. Готово. Нас вчера вполне встретили. Ну, я думаю, что у нас все прекрасно, наши горы, наши люди отзывчивые, любящие, гостеприимные. Посетили всякие топ-места осетинские. Скамейка на краю пропасти. Арт-объекты эти. Да. Ну, вообще все очень хорошо, парки замечательные. Так, инфраструктура, в принципе, достаточно. Конечно, я думаю, готова, просто немного еще бы доремонтировали все дороги, улицы. Владикавказ отличается своей более развитой инфраструктурой, чем Ессентуки, Пятигорск и так далее. Нам здесь очень уютно, кажется, поэтому пока мы наслаждаемся, нет такого чайника, это еда, и все устраивает вполне. Да, мне кажется, все хорошо, минусы так сразу не найти. Я не знаю, мы только приехали. Всего достаточно, магазины, все есть. И детям развлечений, и кафе. Учитывая, что мы сами почти туристы, это сложно ответить. Все равно мало, места мало, ничего у нас такого нету, чтобы завлекало что-то. Я не вижу. Аттракционов мало, экскурсий здесь. Я бы, не знаю, мало. Осетия, как и любой другой регион, готова к наплыву туристов, но вопрос остается в том, хотим ли мы из нашего региона делать именно туристическую область. Потому что, с одной стороны, нам хочется принимать гостей, республика гостеприимная, а с другой стороны, мы не готовы делиться культурой, которая здесь сформировалась. Мы приехали вот сами, причем проездом, мы направляемся сейчас в Грозный, поэтому решили заехать сюда. Интернет? Интернет, гугл в помощь. Мы к родственникам приехали. Мы тут сами. Нет, сами мы. Сами, с помощью каких-то сайтов. Гугл в помощь. У вас есть комментарии по поводу, я думаю, у всех есть комментарии по поводу видео. Ну, со многими согласен, но... В чем? То, что у нас народ гостеприимный, это все видят. То, что есть, что показать в культуре, тоже все видят. Но есть, конечно, и то, о чем я говорю, республика как бы не совсем готова к такому сильному потоку, к такому большому потоку. Потому что инфраструктура все-таки у нас, особенно в горах, во Владикавказе, конечно, туристам уютно, там все есть. У нас, я от многих слышал, что прям хочется жить в этом городе, и он такой хороший, романтичный, красивый. Понимаете, его сравнивают с разными городами Европы. Да, все очень приятно и красиво, нам всегда бывает приятно это слышать. К нам в музей приходят гости и туристы, и восхищаются. И нам бывает очень приятно слышать такие комплименты. Но в то же самое время мы должны сами посмотреть, чего не хватает для того, чтобы этот огромный поток, который просачивается и проезжает в наши горные ущелья, чувствовал себя, во-первых, комфортно, во-вторых, чтобы это не вредило нашей природе. То есть прикрутить краник вы не предлагаете? Почему прикрутить краник? Вы не предлагаете, вы предлагаете как-то направить, да? Конечно, нужно правильно направить, правильно контролировать, и тогда все будет идеально. А вот я знаю, что на сайте комитета по туризму республики есть памятка для туриста, и мне кажется, просто не все туда заходят. Вот я зашла впервые. И там сказано, что следует соответственным образом одеться. Мужчинам нежелательно заходить в святилище в шортах. Женщинам разрешено посещать только женские святилища, перед посещением которых нужно облачиться в длинное одеяние, скрывающее руки и ноги, а на голову надеть платок. Громко разговаривать между собой или по телефону также недопустимо. Это все понятно, это все нам известно. Это все правила посещения чего? Вот как раз-таки этих святых мест. Вы когда-нибудь видели, чтобы в церковь помолиться заходили в шортиках или в топиках? Я не говорю, что это все неверно. Это как раз-таки все правильно и четко расписано. Другое дело, что эта информация, она, знаете, не находится перед глазами. Она в общем доступе, но она не перед глазами. Но вот, наверное, роль такого регулировщика в данном вопросе должен выполнять гид. Как ты считаешь? Да, я считаю, что гиды – это первые люди, через которых контактирует турист с местной культурой, со всем, что он видит. Естественно, это все, да, нужно... Чем больше человек будет знать об этих условиях и чаще это видеть, тем он будет это все воспринимать правильно. Вот у нас и гид есть в студии, и он будет держать ответы. Роберт, вообще как у нас с гидами в республике? С гидами... Все сложно? Ну, нужно больше. Больше? Нужно больше. Нужно больше потребность, ну, не сильная прям, но я ее уже вижу в гидах, которые знают английский, к примеру, да? Нужны гиды, которые не только Осетию знают, но и рядом находящиеся республики, чтобы отсюда и туда могли возить. Очень много развелось так называемых катал по горам, которые повозят, а особо рассказать ничего не могут. Ладно, когда турист обращается, ему человек говорит, вот я особо тебе рассказать ничего не могу, но я маршруты знаю, я тебе красивые места покажу. Это нормально. А когда человек говорит, да, я там все расскажу тебе, вот, нормально, сам возит, единственное, что скажет, ом, а здесь в горте жили, и все. Это тоже минус. Я веду к тому, что турист сейчас не защищен, который приезжает, ну, я не только в Осетию, но тоже в Дагестан, тоже в Чечню. Ну, вот я ставлю себя на место туриста, я думаю, как я должен определить, что вот этот гид нормальный, а этот ненормальный. Вот, ну, единственное, более-менее, единственный, более-менее хороший вариант, это цыганская почта, так сказать, да? Друзья посоветовали, вот это такое-то, такое-то. Плюс, насчет гидов, я плавно перехожу и к организаторам туров, есть еще другая проблемка, когда уже не местные организаторы туров привозят сюда людей, бывают такие, которые никогда здесь не были, они с помощью гугл-карт какие-то сумасшедшие маршруты за один день делают. Я сейчас не шучу, то есть в Цхинвал, на обратном пути в Цей, на Канадку, и еще куда-то, за один день. Космические сутки. Да, и вот это странно бывает, и бедные туристы, которые покупают такие туры, они приезжают и, мягко говоря, удивлены, бывают некачественной логистикой, как минимум, да? Вот, то есть для меня основные проблемы две, если говорить гиды. Это некоторые неместные гиды, которые не знают местные специфики, и местные гиды, которым нечем, нечего рассказать. То есть, в принципе, по большому счету, для того, чтобы туристу рассказать про Северную Осетию, не надо заканчивать специальный институт, почитал книги, пообщался с работниками нацмузея, да, и имей критическое мышление. Все. Этого достаточно. Это уже немало? Да, да, да. Это, в принципе, достаточно, да. Это высокоинтеллектуально поставить. Вот. Но желательно все-таки стержень определенный иметь, научный какой-то. Те самые иногородние гиды, там же еще такая история есть, что они искажают информацию. Вот могу примеры привести. Пожалуйста. Национальный музей, в центре города, напротив нас, аллея, проспект. Есть памятник Костали Ивановича Хитагурова. Ведет гид, я не помню откуда, то ли Ставрополь, откуда не помню. Рассказывает. А это местный писатель, он умер от туберкулеза. Пойдемте дальше, я вам покажу. Ну, в чем он, правда? Вот. Что это было? Ты ведь не соврал. Это вот что было, вот я вам даже не передам. Ну, к этому можно добавить еще гидов Даргавсе. Опять же, большинство из них приезжие и иногородние, которые рассказывают зачастую легенды. То есть, сам Некрополь опутывают какими-то мифами, легендами. Это, наверное, делается для того, чтобы привлечь туристов еще больше поток, не знаю. Но научной информации дается крайне мало. Я стараюсь это пресекать. И, конечно же, это сейчас наша ошибка. Потому что, наверное, надо разработать одну общую концепцию по Даргавсу и обязать всех гидов рассказывать туристам только ее. Об этом же. Аргументировал. Есть историческая справка о Некрополе. Да. Хотя бы историческую справку можно почитать, чтобы человек, который ведет туристов, мог рассказать правильно. Зачем нужно придумывать какие-то басни, какие-то, я считаю, что вредные для нашей культуры, какие-то легенды, предания и тому подобное. А вообще, человеку, который хочет выучиться на экскурсовода, есть что закончить у нас в республике? Какие-то курсы? Регулярно у нас проходят, ну, в последние годы проходят курсы в СОГУ. Они длятся, по-моему, три месяца, что ли. Вот недавно мой троюродный брат, он закончил эти курсы. И, ну, все равно я считаю, что их недостаточно. То есть человек, который не прошел эти курсы, он может все равно рассказывать лучше, чем тот, который прошел. От человека многое зависит, понимаете? Если у тебя есть информация, это еще не все. Ну, должна быть какая-то харизма. Ее нужно правильно преподнести. Где-то нужно там что-то пошутить, да. Где-то стихи Коста рассказать, чтобы люди проникнулись атмосферой местной. То есть литературу нашу тоже нужно озвучивать, я считаю. Научные факты, легенды, шутки, все вместе в комплексе должно быть. Бывают некоторые гиды, которые перегружают. Вот он думает, если он больше много рассказал, он самый лучший гид. Он, смотрите, как много я знаю. Начинает д-д-д-д-д-д-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Нужно быть в контакте с обещанником. Если человек не может преподнести нормальную информацию, он, я считаю, непрофессионал. Нужно поймать тот интерес, который вызывает, что вызывает интерес вообще. Эмоциональный интеллект должен быть. Да, эмоциональный интеллект. А вы знаете, какие требования предъявляют, например, в Италии гидам? Расскажите. А не я. Знаете, кто расскажет? Залина Кайтукова, она с нами на связи по скайпу. Залина? Залина, здравствуйте. Алло, алло. Вы нас слышите? Да, да, я вас слышу. Залина, очень приятно, что вы к нам присоединились. И вот у нас к вам, опять же, вопрос по теме эфира. Какие требования предъявляют в Италии к гидам? То есть что нужно закончить? И, в принципе, кто может водить экскурсии в Италии? Смотрите, требования очень высокие. То есть нужна лицензия. Нужна лицензия. Но мне нравится приводить пример такой, что пойти просто взять удочку и ловить рыбу нельзя. Нужна лицензия. Пойти и собирать грибы, ягоды нельзя. Нужна лицензия. То есть чтобы стать гидом в Италии, это длиннющий путь и очень сложно, достаточно сложно. Ну, с чего начинается? Нужно, можно начать уже, люди, которые определились, это уже со старших классов. То есть выбирается направление классическое, где уже изучаются языки более углубленно, где уже больше времени уделяется культуре, искусству. Потом университет. Следующий шаг университет. Это могут быть три года. Но так как итальянцы очень любят и очень ценят кучу специализированных профессионалов, то желательно это пять лет. Пять лет университета. Факультет, естественно, соответствующий этой археологии, этой культурологии, этой истории, истории искусств и так далее, туризм тот же самый. По окончанию университета, то есть нельзя взять и пойти работать. Нет. Следующий шаг какой? Следующий шаг устраивает по государствам, министерствам культуры и по туризму, устраиваются конкурсы. Эти конкурсы раз в два года устраиваются. На них ажиотаж, мест мало, желающих огромное количество. То есть нужно предоставить определенные реквизиты. Опять-таки, 18 лет совершеннолетия, потом диплом, о котором я сказала, знания, обязательные знания, как минимум у двух странах языкового, на уровне практически родного языка. Ну там какие-то еще выросли, какие-то страсти, важные комиссии, всякое такое. Участие в этом конкурсе классное просто участие. Если счастливчик прошел, его включили в этот конкурс, он получил там место, нужно пройти государственный экзамен. Государственный экзамен, опять-таки, жесточайшие требования. Ну, проходит он в три этапа. Это устная часть, письменная часть и практическая часть, которая ценится как бы больше. На это обращают больше внимания. Что туда входит? Помимо профессиональных каких-то навыков необходимых, знаний, культуры, я не знаю, искусства, географии, той же политики, той же экономики. Личностные качества. То есть это способность общаться с людьми. То есть это способность удерживать внимание. То есть это та же способность, так как гиды работают с туристами различных национальностей, гид должен учитывать особенности национальности, национальные особенности, менталитет. То есть, ну, вот такие вот требования. И если уж посчастливились и прошли, сдали и удачный экзамен государственный, выдаются лицензии. И кандидата человеку вносят уже в реестр, то есть от скидок до скидок от Министерства по культуре и туризму. Можно работать. Можно работать. А, еще хотел сказать, что штрафы за нелегальную деятельность, высочайшие. Выдаются документы с типом, то есть их подделать практически нереально. И штрафы достаточно высокие. Спасибо, Залина. Видите, Роберт, чуть больше, чем харизма требуется в Италии. Было очень интересно. Я просто сказала, что это очень важно, да. Спасибо, Залина. Всего вам доброго. Ну, это, знаете, напоминает там яйцо в утке. Вот эта вся история. Ну, конечно. Когда дойдешь до финала, забудешь, на кого учился. Он должен научиться, в конце концов, он должен знать историю своего народа. Традицию полностью, чтобы преподнести ее правильно людям. Это первый человек, который встречает гостей, которые являются лицом республики, в конце концов. Мы можем рассчитывать, что в ближайшем будущем у нас появится тоже какой-то реестр? Стараться. Да? Надо стараться, стараться. Роберт. Добиваться этого уровня. Что реестр? Реестр гидов. Вы за или против? Наверняка будет. Нет, я за. Нужно регулировать все это дело. Я же сказал, что турист сейчас не защищен, а вот этот некий реестр, правильно к нему надо подойти, он защитит туриста от некачественных услуг. И в конечном итоге защитит тот самый городок мертвых? Защитит хотя бы, да. И городок мертвых, и, конечно же, туристов. Но, опять же, сравнение с Италией, конечно, немного некорректное, потому что Италия давно является туристической меккой. На нас, мягко говоря, точнее, грубо говоря, туристы упали, как снег на голову. Последние несколько лет такой объем туристов принимает республика, и республика на поверку оказалась к этому не готова. Мы к этому не готовы, нам надо просто это признать, в первую очередь, конечно, комитету по туризму это надо признать, что мы просто не готовы к такому потоку, и надо над собой работать. Но мы учимся, мы учимся. Да, конечно, учимся. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня. Будем надеяться на сознательность наших граждан, и не только наших граждан. А реклама на канале, не переключайтесь. В России стартовала первая сельскохозяйственная микроперепись. У страны есть опыт проведения сельхозпереписи с периодичностью раз в 10 лет, но этих данных уже недостаточно. По мнению главы Росстата Павла Малкова, какие очевидные преимущества получит сельское хозяйство благодаря нововведению, а также как будет протекать сам процесс непосредственно, расскажут наши сегодняшние гости. И у нас сегодня Алан Кусраев, заместитель в Рио, министр сельского хозяйства республики, и Белла Федарова, заместитель начальника отдела государственной статистики в республике. Здравствуйте, спасибо, что пришли. Так, с официальной частью закончили. Давайте все-таки поймем, в чем принципиальная разница между обычной переписью и микропереписью. Кому это вопрос? Наверное, к Белле. Спасибо за вопрос. Сельскохозяйственная микроперепись, согласно законодательству Российской Федерации, будет проходить раз в 5 лет. Это первая микроперепись, которая будет проходить на территории всей Российской Федерации. С чем это связано? Меняется структура сельского хозяйства. И данные, которые мы получаем раз в 10 лет, их, конечно, не хватает. Данная микроперепись позволит, полученная информация позволит государству принимать правильные меры по вопросам развития сельского хозяйства. А получается, обычная, стандартная перепись, она когда у нас по плану должна проходить? Всероссийская сельхозперепись проходит раз в 10 лет. Предыдущая была в 2016 году, значит, последующая будет в 2026 году. То есть это такая промежуточная перепись? Да, промежуточная перепись. И вот какие конкретно данные, то есть в чем там отличие? Чего не было раньше, что будет сейчас нам известно, доступно? Переписываться у нас будут, как во Всероссийской сельхозпереписи, все сельскохозяйственные организации, все крестьянско-фермерские хозяйства, все индивидуальные предприниматели. Но не будут переписываться граждане городской местности, поселков городского типа. Это вот существенное различие. Сельское население переписывается тоже сплошным методом. И некоммерческие объединения граждан. Если раньше переписывались еще участки, находящиеся в некоммерческих объединениях, то сейчас будет просто переписываться количество участков, находящихся в данном некоммерческом объединении. И все. А раньше полностью описывался каждый участок в некоммерческом хозяйстве. А сколько она продлится, эта перепись? Перепись у нас проводится с 1 августа началась и пройдет до 30 августа этого года. И вот эти данные, которые мы получим на выходе, они нам что дадут? В переписных листах, в отличие от переписи 2016 года, у сельхозорганизаций, вот еще, кстати, что касается, в чем отличие той переписи от этой, количество вопросов уменьшается. Не будет вопросов об урожайности и так далее. То есть будут просто посевные площади, количество поголовья скота в сельхозорганизациях, в ЛПХ и КФХ и ИП. И инфраструктура, и какие средства используют данные хозяйства. То есть это субсидии, гранты и так далее. То есть количество вопросов, допустим, сельхозорганизации, если их было раньше 27, сейчас их будет всего лишь 12. В крестьянско-фермерских хозяйствах тоже раньше было 26, по-моему, вопросов. На сегодняшний день 10 вопросов в переписном листе. В личных подсобных хозяйствах тоже было 18 вопросов в ту перепись, во всероссийскую. А сейчас всего лишь 10 вопросов. Как будет происходить сама эта перепись? То есть я знаю, что вот век цифровизации, сейчас повсеместно мы используем технологии цифровые, и вот здесь тоже не обошлось без тех же планшетов, как я понимаю, даже спутниковый мониторинг. Вот расскажите, пожалуйста, подробнее. Во-первых, как будет происходить сама перепись, то есть приходит человек с планшетом и дальше. Так, это то, что касается только личных подсобных хозяйств. К ним приходит переписчик, на котором будет надет жилет зеленого цвета, кепка тоже, средства индивидуальной защиты обязательные. В такое время живем. Да, к сожалению, маска с логотипом сельхозпереписи, перчатки и дезинфицирующие салфетки. Расстояние, естественно, полтора метра. Все это обговорено. Но переписчики придут только в личные подсобные хозяйства. А, и еще, значит, у переписчиков будет удостоверение, которое действительно только при предъявлении паспорта. Переписчик должен будет брать информацию только со слов респондента. Никакие документы ему показывать не надо. Что ответил респондент, то переписчик и записывает. В эту перепись, ну, в принципе, в ту перепись тоже частично. Мы проводили перепись посредством опроса на планшетных компьютерах, что позволило ускорить процесс обработки информации. Вот сейчас вся сельская местность, да, у нас будет переписываться на планшетах. Но сельхозпроизводители, сельхозорганизации, крестьянско-фермерские хозяйства будут опрашиваться посредством самозаполнения. Способ представления информации, самозаполнение через систему веб-сбора, то есть через спецоператоров связи могут предоставить информацию. Но те, у кого нет этой возможности, кто не имеет электронно-цифровой подписи, могут прийти к нам на инструкторские участки. Кстати, мы с Министерством сельского хозяйства участвуем в системе, смарт-системе. Так как со следующего года все сельхозорганизации, все организации, крестьянско-фермерские хозяйства обязаны будут представлять отчетность в электронном виде. На сегодняшний день те сельхозпроизводители, которые не имеют электронно-цифровой подписи, на месте заполняют бумажный носитель. Далее наш уполномоченный обучает их заполнению XML-шаблона для будущей возможности заполнения в электронном виде уже с 2022 года. А вот что представляет из себя спутниковый мониторинг? Вы знаете, спутниковый мониторинг будет запущен только по тем... Он не будет, значит, представлена информация по населенным пунктам, а только по тем территориям, которые находятся вне населенных пунктов, чтобы посмотреть, насколько на самом деле... Сколько у нас пашни, в общем, какие у нас сельхозугодия, структуру сельхозугодий, чтобы мы смогли посмотреть. Ясно. Спасибо. Вот у нас Алан Черменович заскучал. А вообще вы с энтузиазмом восприняли эту микроперепись? По-вашему, была такая необходимость, как вы считаете? Да, необходимость такая есть. Отрасль развивается, она не стоит на месте. И, например, наши показатели по республике за последние несколько лет показывают о том, что динамика развития отрасли хорошая. И в целом отрасль сельскохозяйственная в Российской Федерации, вы наверняка это слышите. И президент об этом часто говорит, и министр сельского хозяйства. То есть отрасль динамично развивается, несмотря на пандемию и санкции, которые введены, и все равно сельское хозяйство развивается. И, естественно, те показатели и те данные, которые будут в период этой микропереписи собраны, они очень важны для того, чтобы определять правительство Российской Федерации, нашему правительству здесь на месте, Минсельхозу федеральному, определять на какую-то перспективу, на 5 лет, на 10 лет, определять плановые значения для развития отрасли. Вот это очень важно, это очень серьезно. Может, кому-то кажется, что это просто какая-то шутка, походили 30 дней, попереписывали, но это станет базой и основой для развития отрасли. Существует государственная программа развития сельского хозяйства, федеральная. У нас здесь есть наша государственная программа, республиканская. Естественно, в этой программе показатели. И все финансирование отрасли, и на федеральном уровне, и на уровне республиканском, естественно, идет с учетом тех показателей, которые мы в какой-то 5-летней перспективе или 10-летней перспективе должны достичь в отрасли. Отсюда и рассчитываются те финансовые ресурсы, которые нужно в отрасль направить. В виде государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям, грантовой поддержки и так далее. То есть, если грубо сказать, то те деньги, которые нужно будет дать отрасли для сохранения вот этих темпов динамичного развития, они, естественно, должны на какой-то базе основываться. Да, эти расчеты. Вот эти данные переписи, микропереписи, которые являются промежуточной переписью между двумя большими, они будут той базой, от которой будут отталкиваться при расчете нашего развития на минимум в ближайшие 5 лет, до уже переписи, которая будет в 26-м году. Ну, в общем, вы возлагаете надежды на эту перепись. Тогда пожелаю вам, чтобы они оправдались. Спасибо вам за вашу работу. Спасибо, что пришли к нам сегодня в эфир. И прощаю с вами до скорого, я думаю. Можно вот еще что-то добавить? Конечно. Хотелось бы обратиться к... Хотелось бы обратиться... Не слышно? Говорите, говорите. Хотелось бы обратиться к гражданам, что опасаться ничего не стоит. Как показали две предыдущие переписи, никакие фискальные санкции потом к гражданам применяться не будут. То есть это уже прошедший этап. Две предыдущие переписи это показали. Ничего бояться не стоит, никакие фискальные... Еще раз, функции применяться к гражданам не будут налоговые. Это важно. Спасибо, Бэлла. Всего доброго вам. А у нас реклама на канале. У нас еще один блог. Не переключайтесь. С наступлением жаркой погоды мы все стремимся к источнику прохлады, будь то водоем или густая тень деревьев. Однако отдых на луне природы может закончиться трагедией, если не соблюдать элементарные правила пожарной безопасности. В той же Якутии площадь лесных пожаров приблизилась к миллиону гектаров, и горит турецкая Анталья. В Америке в этом году тоже не обошлось без возгораний. Огонь, охвативший огромную территорию американского штата Калифорния, получил название Дикси. По некоторым данным, виновницей бедствия стала линия электропередаль, часть которой проходила рядом с массивом погибших деревьев. В общем, одна из сосен упала на столб, и провода спровоцировали возгорание. Вокруг причин пожаров придумано много мифов. Отчего в действительности возникают они, и как их избежать, расскажет наш сегодняшний гость. У нас Павел Джанаев, заместитель начальника главного управления МЧС России по республике. Спасибо, что пришли. Вы тоже наш частый любимый гость. Давайте, пока еще лето у нас в разгаре, можно сказать. Погода, во всяком случае, у нас достаточно жаркая стоит, и тем более нужно быть осторожными. Вот все же, от чего в действительности возникают пожары на природе? Добрый вечер. В первую очередь, конечно, огромную роль играет человеческий фактор. И вот это совпадение различных факторов, таких как устойчивая жаркая погода, и человеческий фактор, то, что в жаркую погоду люди, как вы заметили, выше стремятся на природу, естественно, разводят огонь. И в жаркую погоду как будто бы и мозговая деятельность, она немного так замедляется, что ли. Ну, естественно, под воздействием устойчивой. И можно чего-то не учесть и чего-то не заметить? Ну, действительно, так и есть. Тем более, что данный период сейчас времени года, он характеризуется именно устойчивой, засушливой, жаркой погодой. И поэтому это, в принципе, рост пожаров в данный период времени года. Это как бы явление циклическое. Бывают отдельные годы, когда лето бывает не такое засушливое, но это как правило исключения. А в целом, естественно, допустим, в данный момент на большей части территории республики установилась засушливая, устойчивая погода, и по данным Росгидромета, именно Северо-Остинского отделения, установился четвертый уровень пожарной опасности, то есть высокий. И поэтому имеется тенденция к росту пожаров, именно природных. Хотя, в принципе, в этом году, благодаря профилактическим мероприятиям, усилиям именно главного управления МЧС совместно с другими ведомствами, с администрациями местного самоуправления, нам удалось снизить значительно количество природных пожаров, ландшафтных, лесных пожаров. К счастью, у нас не зарегистрировано за последние годы, как и в этом году, на территории республики. Но именно ландшафтные пожары природные, то есть это горение сухостоя, сухой растительности, пожневных остатков, они значительную часть занимают в общем количестве пожаров. Но нам удалось, если, допустим, на текущий период прошлого года было 679 природных пожаров зарегистрировано, то в этом году 413. То есть мы значительно, несмотря на то, что устойчивая засушливая погода, но нам удалось значительно снизить количество. То есть вы настаиваете, что человек не всегда замешан в том, что случилось возгорание? В большинстве случаев, к сожалению, да, это человеческий фактор. Это и где-то даже, понимаете как, если это касаемо сельхозугодий, то это сознательно даже бывает. Поджигают. Да, объясняют это чем? Ну, дешевле поджечь пожневные остатки, выжечь их, чем опахивать и убирать. Хорошо, я вот читала, что даже бутылочное стекло, какие-то осколки могут стать причиной возгорания, то есть они превращаются в такие линзы, и происходит пожар на ровном месте, можно сказать. Ну, это любой школьник знает, что стекло... Да, ну, по-моему, это знают не все наши зрители. Давайте расскажем еще, что важно правильно потушить костер. Даже если костер находится в таком специальном месте, да, обложенном камнями, все равно есть вероятность того, что произойдет пожар. Если его неправильно потушить, это так? Ну, естественно, во-первых, устраивая место для костра, необходимо правильно к этому подойти. Что нужно учитывать? Ну, естественно, необходимо костер устраивать в таком месте, где поблизости нет сухой растительности, окопать место, вот где собираетесь устроить очаг именно костра, окопать его по завершении, допустим, процедур каких-то, которые в манипуляции проводятся. Естественно, необходимо его полностью потушить, убедиться, что он погас. Залить водой, в конце концов. Ну да, залить водой, засыпать землей, убедиться полностью, что очаг потушен, и тогда уже нужно удаляться. Клеющие угли мы не оставляем? Нет, конечно. А вот что еще называют лесники профилактическими выжиганиями? У нас такое практикуется? Ну, в принципе, у нас на территории республики не практикуется. У нас в плане лесопожарной именно обстановки, регион довольно-таки спокойный, стабильный, да. И поэтому большинство пожаров именно происходят вообще лесными насаждениями, подверженными угрозе пожаров. Обычно считаются это хвойные либо смешанные леса, насаждения. Но у нас большинство территорий, как бы, оно более лиственными занято насаждениями, поэтому... Но лишняя осторожность не помешает? Ну, естественно. И как бы у нас хорошо то, что и не так много населенных пунктов, которые прилегают к лесным насаждениям, именно и подвержены угрозе лесных пожаров. Я рада это слышать. И в любом случае было полезно от вас еще раз узнать о правилах безопасности противопожарной на природе. Спасибо вам за то, что сегодня к нам пришли. На сегодня это все. Желаю вам приятного вечера и увидимся совсем скоро. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok